Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 1052. События дня. Второзаконие 25.17. Помни, как поступил с тобой Аммалик на пути, когда вы вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал, утомился и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих, от всех сторон на земле, которые Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Аммалика из Поднебесной, не забудь! 1 Коринфянам 10.6. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Вот это грозное предупреждение я специально выставляю для тех, которые гоняются за мной, узнают, с кем я в дружбе, и его заваливают мерзостью, блевотиной, испражнениями своими. Господь изгладит их из Поднебесной, их не будет. Это дети, осколки, потомки Амалика, совершенно безбожники лютые. Враг на меня в 51-й псалом считайте. Это я перенес бы, но ты, с которым ходили в храм Божий, вместе молились, причащались, и ты сделался такой вражиной. Тебе места нет на земле. Память Амалика из Поднебесной изгладится, и при том гоняется. И что попало, говорят, наше объявление. И три видеоролика больших. Вот можно посмотреть, увидеть, что это без обмана. Вот как, затормозите и дальше читайте. Я тут старый взял ролик, не ролик, а сообщение. Я сидел в Жан-Атасе, Джамбульской области, Казахской ССР. И вот там был человек, один Владимир Словак, удивительный такой, как он мне спасал жизнь. И помогли мне найти его. Он высокий ростом такой. И вот он, Владимир Словак. Ну, переписывались, я там даже книги выслал, потом уже всё. И он говорит, время идёт, и мы изменяемся. То есть, даёт понять, что он уже не такой. Вот видите, какой высокий ростом стоял начальник этого отряда. Время идёт, и мы меняемся. Это я на самом деле, я. То есть, чтобы я поверил. Он доказал. Начальник лагеря был Бахаев Ахан Бахаевич. Потому что у них фамилия даётся по отцу. Так. Зам по режиму оперативной работе. Дулатбаев Затыбек. Замполит Бежинаров. Хороший человек. Вот это я знаю. Татьяна Прокофьевна была врач-рентгенолог. Фамилию я её уже не помню. Потому что в 1988 году лагерь закрыли. И с ней я больше не встречался. Вот. Ну, закрыли да и закрыли. Тут дело только такое. Когда пришла бумага меня освободить. 210 политзаключённых выпускали. Это указ вышел Президиума Верховного Совета СССР о помиловании. Не о реабилитации. О помиловании. Вралась хорошая, хорошая. И вот сжалилась. Это 87-й год, 15-го марта. А 25-го, сказали, 25-го меня освободить. Освободить, значит, там, видимо, время указывается. За мной прибежали. Бегом, бегом, бегом. Старе. У меня там что? Немедленно бери ещё. Можешь что-то остальное отдавай. Скорее на выход. Им нужно время было. Это не игрушка, оказывается. И у меня Библия была. Библию взял. Там просворы. Ну, а остальное ещё там скорее раздал. Карандаши, бумагу. Что у меня там было. И бежать. Уже не обедать ничего нету. Какой обед тут? Они задержались. Там, видимо, пришёл указ. И бегом. А посыльный тащит за руку буквально меня. Ну, и уже выходить. И в это время от офицер. Он как раз меня и сопровождал. Я по торопях-то и не знал. Говорю, кто-то меня сопровождать был назначен до места. Ну, заключённого-то как. В любое время его вытолкнули. Катись здесь не так. Чтобы у меня сопровождающий, видимо, был. Чтобы меня доставить до дома. Вот всё-таки власть. Без власти хуже нет без власти. А вот власть. Он говорит, меня как раз и назначили это делать. А я отказался. Говорю, не надо. Я сам. Но при входе я сказал, я выйду за зону. Только если вы меня сейчас поведёте к начальнику. Он говорит, надо с той стороны зайти. Ну, это наведите. И к нему зашли. Он сидел за столом. Такой, вроде бы, небольшого роста. И я ему сказал. Вот Бахаев, Ахан Бахаевич. Я говорю, я ухожу. Я вас ставлю в известность, что я буду писать жалобу на руководство в лагере о беззакониях. Это лагерь смерти. Что тут делают? Беззаконие полнейшее. Там убивают. И напишу, я говорю, в центральный комитет партии, в генеральную прокуратуру. Ну, всё такое. Он посмотрел на меня. Я говорю, ну, это ваше право. Ну, и по-хорошему, опять же. У меня к нему-то претензий никаких не было. Ну, тут большие жалобы были. Самые на зам по Орору. Это Дулатбаев Затыбек. Палач. Это не знаю, с кем даже и сравнивать. Вот считаешь, где-то там кто-то. Власть. На него уже заключенные охотились. Он в окно выскочил, убежал, там, говорит, это мне рассказывали. Ну, я написал. Написал, как сказал. Все. В 87-м. В 87-м. Март месяц. А в 88-м уже лагерь закрыли. Какую роль сыграли мои письма, я не знаю. Но, думаю, без внимания не оставили. А мне ответили попозже и говорят. Идет проверка. Проверка из Москвы. Приехала все проверить на месте. И лагерь ликвидировали. Вот. В отряд я перевел вас прямо с работы. Вас вывели во вторую смену в Рождественский сочельник. Что именно в Рождественский сочельник. А у меня пост был. Ну, там что делать приходилось. Шили фуфайки. Промзона называется. А из промзоны выходить нужно через высокий-высокий забор. Лестница идет. Ну, так. Лестница. Дощатые ступеньки. И на другое оттуда. И он мимо проходит. На его внимание никто не обратил. Он проходит мимо меня. А я его и знать то не знаю. И меня за руку схватил. И беги за мной. Не оглядывайся. Ну, и дернул меня с места. Бригадир увидал. Кричит. Стой, стой. Он же отвечает за меня. Куда? Ну, он видит, что человек-то одет по форме, по военному. Ну, я тут за ним. Он говорит. Не останавливайся нигде. Кто останавливает? Не слушай никого. И перебежали. А там в зоне еще одна зона. Зона для болящих. Там туберкулезники. Там разные. Железные ворота. Видимо, он там сказал. Мы только подбегаем. Сразу калитка открылась. Проходная. Мы туда и закрыли. Все. Теперь им к нам не зайти. Это уже должно быть решение какое-то. А кому надо? А за нами никто и не бежал. Тот-то ему нельзя выскочить оттуда с промзоны. Кто это? Бригадир-то был который-то. Ну, а дальше он мне все разъяснил. Он с врачом. Они договорились. Здесь как раз Рождество. Оказалось, перед этим приезжала Надежда Васильевна. И она с ним познакомилась. И с врачом. Надежда Васильевна. Цены нету в этом вопросе. Когда я сидел. И она на улице там где-то ходила. И виду не дать надо. И надо было узнать, кто врач. И кто-то ей показал. И кто. И она за ней следом, следом, следом до дому дошла. Видимо, другой день-то показали. А кто надо мной? Показали. И она до дому дошла. И там уже только заговорила. Но он понял, что она очень осторожная. Потому что им тоже за ними глядят-то. Дальше. Когда он привел меня и говорит. Он мне назначил двойную порцию масла, молоко. А у меня проверка только что прошла. У них там были. И потемнение бронхов было. Ни туберкулеза, ничего не было еще. Вы мне переводили с иностранных языков книгу по Золотому кольцу. Ну, там, где вот ездят. Там Ярославль и то другое-то. Так вы мне доказывали знания иностранных языков. И у меня в кабинете висела картина какого-то монастыря без крестов на упалах. И вы просили дорисовать кресты. На свидание приезжала ваша супруга, останавливалась у меня. И в подарок от вас у меня есть Библия. Еще факты? Ну, чтобы я поверил, что это именно он-то. Но я сказал, не надо. Дальше переписка. Я его адрес узнал и послал ему книги. И потом он все время на наших, я вижу, ресурсах здесь. Господи, помилуй его и Татьяну, Владимира. У Бога все вымерено. Сергей пишет. Спаси Христос, дорогой Игнатий Тихонович. Для меня радость во Христе не только слышать тебя по видеороликам, но и видеть твое появление по скайпу. Храни, Господь, вашу православную общину, а аналогов которой я не видел нигде. А тоже по монастырям ездить. Ну, не везде же, а бедлам. Поминайте меня в молитвах перед Господом. Аминь. Вот видите, как все просто. И вот Господь дал еще одного нам труженика. Я перечисляю сколько. У нас тут своих на наших ресурсах. Так, косвенно, прямо. Ну, как косвенно. Оплачивает все. Я же не плачу за интернет. За компьютер мне купили. Друзей там много. Вот такие люди, которые помогают там это составить форум. Это специалисты, высокого уровня программисты. Такие есть, которые сами начальники над своими отделами. Ну, как там фотографировались мы 12 человек. Некоторые, ну, помогли просто удивительно. Вот в раскраске еще как-то. А после этого еще Бог дал два Андрея, два Сергея, четыре. Ну, и дальше там еще двое шесть. И сейчас Бог дал еще седьмого. И вот этот седьмой, вот этот Дмитрий Лемеш. Вот его тоже будут они засорять. Или после С буквы И подставить можно. Вот. И вот этот сейчас он делает где-то там какая-то ингострем. Так это так называется. Это я ее даже вообще не знаю, а что такое говорится. С чем ее, как ее употреблять. Оказывается, там фотографии 1,3 миллиарда посетителей. Ну, вот так он говорит это. Вот. Я сейчас смотрю, тут у меня где-то что-то записано. И вот теперь там идут фотографии. Это фотографии как-то. Ну, я не знаю как это, что. Вот. А вот и вариант пришел. Что писать под фото. Лучше не придумать. Так что не тратьте зря своего времени, Игнатий Тихонович. И вот. Допустим, фотографии я на нее нажал. Вот она показывает какая большая. Что. Инстаграм. Инстаграм. Ммм. Что такое. Вот батюшку взяли фотографию. А под ней инстаграм, значит. Игнатий Лапкин. Вот так вместе буквами написано. Священник Иоаким. Буква пропустил. Иоаким. С Потеряевки. Село Потеряевка. Вопрос 667. Второй том. В чем заключается основная работа священника? Разве не в том, чтобы вести свою паству ко спасению? Почему священник вашей общины мало общается со своими прихожанами, а больше занимается сельским хозяйством? Разве община не смогла бы обеспечить всем необходимым? И тут ответ. По вашей записке видно, что вы отца Иоакима совершенно не знаете. Это мой родной брат Иоаким Тихонович. Он на пять лет моложе меня. Пришел ко Христу через меня. Он мне очень дорог. Теперь духовный отец. А там... И как дальше-то я не пойму. Дальше видно, не видно. А что тут за плюс? Вот эти вот значки что-то означают там? Когда они там? Или как? Как? Нет, даже дальше-то я не знаю. Ставить, ответить, сохранить, копировать. Вот. Ну, и вот это-то мне еще не понятно. Ну, а тут, видите, крещение принимает тоже. Вопрос 624, он решил подставлять. Ну, и так понятно, что тут крещение идет. Как там, где, я не знаю. А тут крещение, вот, Пупков Сергеев в Потеряевке идет. Это вот у нас почти такое же вот крещение в ванне младенца. И тут вопрос-ответ, вопрос-ответ. И написано, редактировать профиль Игнатий Лапкин, православный проповедник и миссионер, исповедник Иисуса Христа и его православной церкви. Ну, тут у меня, это я что нажму, так мне еще нету. А там, видимо, срабатывает это. Так я до конца-то еще не знаю. Потому что то ли мне это перекинули и не работает. Почему? Вот так. Вот это все, видите, что он выставил? Это меня арестовали. Вот он, я иду, арестованный. В Барнаульской еще тут. Это вывели меня из краевого суда, где осудили. А вот тут среди курсантов военного училища проповеди. А это не так. Здесь со мной не посоветовались, что подписать-то. Ну, и так там я и был. Но тут шел я по площади. А в это время огромный митинг был. Ну, за краевой администрацией перед дворцом спорта. Там трибуны высокие были. Готовились коммунистов громить. 1991 год. Парком партию запретили, кажется, уже. И меня увидели там с трибуны. Это интересно. А там охрана была, милиция. И ко мне быстро-быстро, чуть не бегом, подбежали два милиционера. А я иду даже, не знаю, одевший. Видно, зима. Воротник такой, шапка. Они меня под руки подхватили. И давай-давай-давай. Я ничего не знаю. Немедленно вот затащили на трибуну. Выступайте. Вот как было дело-то. Кому скажешь, даже и не верят. Но они меня знали. Я вел занятия везде. Вступления. Непрерывно. Пять отделов милиции в городе Барнауле. Городское УВД. И краевое УВД. То есть, мне вся милиция была известна. И там работал только я один. А эти-то, которые сейчас ввякают. Ну, их никто не пригласит. Нет. У меня с собой Евангелие всегда были. Новый Завет. Вот он держит. И вот. А что смута? И вот готовятся там к чему. Уже флаги появились. Этот реколор. Красный, синий, белый. Вот. Но еще коммунисты у власти были. Где-то рядом тут что-то такое было. Вот я тут стал говорить. Вот я обратился к народу перед микрофоном. Это на площади, на высокой трибуне. Тысячи народа было. Ну, я три программы в это время вел. У меня по голосу. Если я заговорю где-то, меня сразу по голосу узнавали. В трамвае еду или в автобусе. И подходят. Это вы по радио ведете беседы. Улыбаются, радуются. Ну, тем более, по всему Барнаулу печь делал еще, да. Это много лет. Но главное, это радиопрограмма и телевидение. Я считаю и могу сказать, что для этого есть основания, что более востребованным в этот период во всем Советском Союзе никого не было. Не было. Не было. С раннего утра за мной машины уже приезжали. Организации разные. Там прокуратура, чтобы с ними выступил. Или директоров собирает всех школ. Или краевая администрация, УВД, края. За мной машины. Домой прихожу. Две машины стоят. Подошел. Выходят два полковника, танковых войск и других. Вот мы тут решение, там управление где-то решили, запрахтовать самолет для вас. Чтобы во всех воинских частях вы могли выступить. В кинотеатре везде выступал переполненные воинские части. Там меня заводили, так через солдат протягивали за руку. Пройти невозможно. И вот я тут сколько, я не знаю, сейчас уже не помню так. Еще тут волос на голове был. Вот видите, ветер дул, видно, волосы торчат. Я не знаю, куда шапку делал. И вот это слово или речь повлияло очень сильно. Мне говорят сразу, у тех, которые там были, эти расслабились и ничего больше не было. Никаких эксцессов. Ни бить, ни ломать, ни врываться. Нигде нету. То есть, ну, я ничего не добавляю. Представьте, вот выступаю я и прямой. Первый эфир у меня был онлайн. Каждое воскресенье часовая программа. Составитель программы, исполнитель. И называет меня по имени и отчеству. Один старый работник позвонил. Я вот работаю на радио здесь. Сказал, на пенсию ушел оттуда. Ну, что-то назвал он не одно десятилетие. И вот я вас слушаю, ну, как специалист. Он диктором был. Ну, и очень высокую дал оценку. А я ей говорю, да я нигде не учился. Нет. А другие, что от имя, отчество как, там с чем только не сравнивали. Ну, это прошлое. Есть что вспомнить. Вот где я выступал. Вот. Это мы на Благовестии. Память о Благовестии в Гелевке. Гелевка, это там родители. Вот Виктор Николаевич стоит вот это вот. А это его отец. Вот. Рядом тут Андрей. Дети с нами. Тут я. Игорь Барабаш. И с нами даже был вот, кажется, Женя Янчук. Благослови его, Господи. Это Евгения была. Это ушла от его. Никуда ушла. Просто так. В ересь какую-то. Никуда. Ну, вот. А с Андреем это его жена. А это такая виска была маленькая еще. Да. Тут видно. Глушков Игорь стоит. Вот с палками стоим. Это посохи называются. Ивангельский посох на них написано. Когда заходим отбивать от собак. Вот Игорь Глушков. Это его дочка стоит. Не знаю, какая. Ну, вот. Видите, как. А это где? Село Гонахово. Передача 38 книг. Вот на этой столе лежат. И представьте, мы проехали примерно 600 и даже с лишним городовых сел. От Владивостока до Лиссабона. Ну, это нельзя сделать. На чем ты поедешь-то? Это 600. Даже в один заехать. Найти надо, где библиотека. А библиотека-то это не стадион. Некоторые никогда и не знали, что там в городе библиотека есть. И вот теперь я передаю им книгу. И столько у меня от них с печатью они ставят. Печать, что получили, будут беречь и прочее. 600. В Москве у меня в библиотеке имени Ленина мои книги находятся. Они разного цвета. Посмотри, какие красота. И особенно вот этот красный трехтомник. Новый Завет. Полное толкование Нового Завета по блаженному Афифилакту. Где 297 моих комментариев. 240 цветных иллюстраций Гюстава Доре. Там 230 и 10 из классики. В библиотеке имени Ленина в Москве мои книги. Там никому не достать. Никому. И президент их не может взять оттуда. Дальше. В историческое в Москве. Историческое. В парламентское по одному комплекту. И отовсюду у меня есть бумаги с печатью. Что они обещаются. Их хранить и выдавать, если потребуется. Но не знаю, в библиотеке Ленина это там как. В одном месте у меня было. Я решил проверить. Я говорю, вот здесь я увижу, что у вас где каталог. Книг. Нашел на мои книги. На деле это я могу посмотреть. Я автор. Показал документы. Они мигом послали работника. И она нанесет один, второй книги. Я говорю, не надо, не надо, не надо. Все, все. Целые. Поблагодарил их. А то ваши книги нет. Их книги сразу разбирает и разворовывает. В одном месте только сказали. Я говорю, а почему не все книги? Она мне потихоньку говорит, а на ухо. Директор взяла и не отдала. Директор. Это, которые лают-то на меня. Они ничего не знают. Каждая книга 752 страницы. Вот. А тридцати томник открытым оком. Ну, это все сегодня идет. Симфонии мной составлены. Не канонические книги. На жития святых. Вот. А ключом к этим книгам. Для слова Божия нету с книгой. Она почти вся из документов. Вот так. Это я говорю здесь. Сейчас тут надо узнать, какая тема. Это и фотография, видимо. А. Это фотография. Вот она где. Редактировать профиль. Я не знаю, что такое. И Игнати Лапкин. Дальше. Вот как выглядит. Видимо, так и есть. Вот раздает Игорь. А тут собираемся ехать. И тут. А это вот. Митрополит Сергий Иванников отвечает. Главному редактору Русской народной линии. Ответ митрополита Алтайского Сергия Иваника. Деятельница Лапкина Игнатия Тихоновича. Сайт. Канал на Ютубе. Вот все это показано. Видимо, там нажмешь и сразу выйдешь. А это просто снимок оттуда. Вот как надо понимать. Это на урывке были. Вот тоже. Видите, какие уже выставили где-то. Ну, вот еще увеличено. Вот это все там уже стоит. Это я книги все сложил и показал. Это мои книги. Метр сорок. Вот так. Тридцать один килограмм. А тут они на столе лежат. На это я выступаю. Это какой-то был конгресс. Меня пригласили в университете. Алтайском государстве там все. Ну, вот делает это как там. Не знаю я. Вот там граммы-то. Старые граммы. Еще вчерашний день. Дома сижу. Голубей надо накормить, слазить. Воды. Кипяток. На улице засылал. В тазике для них. Кипяток. Чайник полный вышел. Вылил. Оно растаяло, чтобы голуби могли попить. В то же время-то и идет. Ну, и залез отходов достал. Семечек жуланов этими. Большая синица называется. Воробьям отходы от голубей. Голубей покормил. А тут с кошками. Бывает, собакам вынесу еще-то. Сейчас собак нету. Потравили их всех. Так. Вот так. Вот это я показывал. А, это вот такое дело-то. Это надо закрыть. Вот оно как идет. Дмитрий Лемеш. Я его открываю. Даже и фамилию его не прячу. На него будут нападать. Но мне кажется, он устоит. Вот. Сергей Пупков. Что-то. Пятница. Сейчас еще время. На час. Раньше перевели. На зимние. У вас тоже. А у нас так это не для. Сейчас еще такое редко. Мелко написано по времени. Сергей фактически исчерпан. Игнатьев Тихонов еще. Евгений Тарабко. Я в скайпе. От занятий я отхожу. Ух. Это видимо он отвечает. Только в пятницу. А. То если время. Позволит. Сейчас еще время. На час. Раньше перевели. На зимние. У вас тоже самое. Время. Осталось. А у нас это сейчас. Дня по времени. Все ответы. Я уже фактически получил. Вопросы. Исчерпанных. Игнатью Тихоновичу. Евгений Тарабко. Молодец. Ответил. Ну. Молимся о нем. Вот видите как. Это я все показываю. Это. В скайпе. Как в скайпе. И показать. Вот. Наш. Наши ресурсы. Это. Мой мир. Тут адрес. Наши ресурсы. Кистине. Два. Собачка. Маэл. Ру. Вот. Это можно мне написать. А тут я высыл фотографии. Только что высыл. Вот они все. Добавил. У меня. Ээээ. Фотографии. Выставлены здесь. 22 тысячи. 413. И вот. 1400. Выставил за раз. Приехал я когда. вот они новая но везде по плейлистам отдельно голуби отдельно кошки собаки отдельно там благовестия отдельно в храм крещение вот так но у нас все говорят интересная фотография вот они на нашу деревню потеряю в коллагерь теперь музей по нему и вопросы нет это не так вот она где форум слава иисусу христу проверяет сестра звонит вот это форм 1600 тем и канал наш вот он есть видеоканал вот тут почти 13000 роликов видимо сегодня исполнилось 13000 набрались помаленечку тут на заходит вчера беседа была с отцом наумом из грузии батюшка один вот 89 интересный вопрос у него был интересный четыре сына и там разделить имение надо было называется отец разделил им имение это я взял луки 1512 вот так ну тут заходил к вы 50 не все все сразу когда его видно и горит из заключения вернулся но он уже 1260 за 20 часов для нас это большая цифра для нас большая была вот здесь у никита украли велосипед угоняли как угоняли 2748 уже ну и все тут у меня больше я не вижу это фотографии а где же у меня этот истине один вот так вот он во свете библии православный библейский сайт он здесь все есть отсюда берем фотографии тут ответы вопросы тут проповеди стихи очень и очень богаты я считаю так это не откуда-то и лично мое считаю что подобного сайта просто нигде нету ну нету его нельзя создать это годы ушли представьте здесь моим голосом насчитанный златоус 12 томов 12 томов насчитано житья святых и разбиты все на какой день какую проповедь говорить и искать где в какой книге здесь большая большая работа проделана вот проповеди вот я ткнул ее проповеди вот они открылись вот я в храме стою а там видно над центральными вратами царскими называется и на иконе вверху это ласточкины гнезда вот список проповедей по местам писания потому что календарь в календаре написано какой день что читать допустим открыл и вот теперь смотри сегодня что считать допустим матфея 5 глава 12 стих где это 10 том 353 страница открытым оком если 520 то есть где об этом говорится еще и вот здесь говорится 518 5 глава 17 стих вот она то об этом проповедь я сказал на этой стихе 20 том страница 637 вот сколько посчитайте на каждый каждый стих это все надо было разнести составить таблицы и священникам которые это знают они легко находят раз у него сегодня допустим на евангелии от луки 11 глава 11 стиха это 27 стих вот где 28 том 28 том а 27 28 том 14 440 вот и все эти как на по название но это уже пал файту написано пал файту так список пал файту вот от 1136 проповедей 1136 а сначала не было так 14 том открытом оком 733 страница вот она 1136 строчек 1136 вот сколько здесь вот сейчас якобы прокручиваю и на каждую проповедь а проповеди вот надо показать даже ну это все на нашем сайте можно найти открыть я просто хвалюсь моим господом это господь позволил это нельзя сделать в то время никто этим не занимался а сейчас еще он скажет когда все в интернете есть а это у меня ушли на это 50 лет 50 лет ушло и поэтому составить такой вот это невозможно просто невозможно это никак нельзя 50 лет вложить в один день это никак да и знание верить надо и тем более занятия тут университетах вопросы полиция это невозможно составить нету я у просто очень сильно и вот и думаю что подобного нету нигде такого сайта с таким наполнением тем более у нас фильмы сняты фильмы государственные занявшие первое место на международном киноконкурсе один фильм златоус из потеряевки первое место в россии среди документальных фильмов это нельзя составить можно фильме составлять но назначить ему первое место на мировом масштабе нельзя документально тем более ну можно гибель титаника показать но это не документальные это режиссуры вот так на этом все сегодня